Шри Чайтания Чаретамрита, Ади Лила, глава шестнадцатая. Игры Господа в отрочестве и юности. Краткое содержание главы. В этой главе полностью описана Кайшора Лила Господа или его жизнь на пороге юности. В это время он был погружен в учебу и сумел победить в диспутах прославленных ученых того времени. К Кайшора Лиле относятся также игры Господа в Ганге. В тот же период Господь ходил в Восточную Бенгалию, чтобы найти там денежную поддержку, начать проповедь духовного знания и основать движение Санкиртаны. Там он повстречал Тапану Мишру и дал ему наставление о духовном пути, после чего велел ему вернуться в Варанасе. Когда Господь Чайтания Махапрабо путешествовал по Восточной Бенгалии, его супругу ужалила змея, или, как говорят некоторые, змея разлуки, и Лакшмидеви оставила этот мир. Когда Господь вернулся домой, он застал свою мать, скорбящей по Лакшмидеви. Впоследствии, по просьбе матери, он женился во второй раз. Его супругой стала Вишнуприя Деви. Кроме того, в этой главе описан диспут Господа с прославленным ученым Кешевой Кашмири и то, как Господь раскритиковал написанную Кешевой молитву во славу Ганге. В этой молитве Господь, помимо пяти литературных достоинств, обнаружил пять несомненных изъянов и тем самым одержал полную победу над пандитом. Кешева Кашмири, который до этого славился своей непобедимостью в диспутах, стал молиться богине Знания. По ее повелению, на следующее утро он встретился с Господом Чайтаньи и предался ему. Стих первый. Я склоняюсь пред Господом Шри Чайтаньи Махапрабу. Нектар его милости течет широкой рекой, затопляя всю вселенную. Подобно реке, всегда текущей вниз, Господь Чайтаньи особенно снисходителен к падшим. Комментарий Ширилы Прабхупады. В одной из песен Наратама да Садхакура есть слова «Шри Кришна Чайтания Прабу Дая Каараморы». Он молит о милости Господа Чайтанию, который является воплощением милости и пришел в этот мир главным образом для того, чтобы призывать к себе падшие души. Чем ниже пал человек, тем больше у него прав взывать к милости Господа Шри Чайтании Махапрабу. Чтобы обрести ее, нужно лишь быть искренним и серьезным. Как бы ни был человек осквернен всеми пороками Кали-юги, если он, несмотря на это, предастся лотосным стопам Шри Чайтании Махапрабу, Господь несомненно спасет его. Лучший пример тому – Джагай и Матхай. В нынешний век, век Кали, почти все люди подобны Джагаю и Матхаю, но движение Сангиртаны, основанное Господом Чайтании Махапрабу, и по сей день течет, как могучая река, затопляя весь мир. И потому международное общество сознания Кришны обращается к падшим душам, помогая им очиститься от скверны греха. Стих 2. «Слава Господу Шри Чайтании Махапрабу! Слава Господу Нитьянанде! Слава Адвайта Ачария! Слава всем преданным Господа!» Да продлится юность Чайтании Махапрабу! В эту пору ему поклонялись богиня процветания и богиня учености. Сарасвати, богиня учености, почтила его, даровав победу над ученым мужем, который до этого одержал победу над всем миром. А богиня процветания Лакшми Деви почитала его дома. «Я склоняюсь пред ним, супругом богини процветания!» В возрасте 11 лет Шри Чайтании Махапрабу сам стал учить. С этого началась его юность, Кайшора. Как только Господь стал преподавать, к нему потекли ученики. И все только диву давались, когда видели, как он учил. В спорах, касавшихся любого из текстов Писаний, Господь побеждал всех ученых мужей, но никто из них не огорчался от этого. Так учтив был с ними Господь. Уже будучи учителем, Господь предавался различным забавам, купаясь в водах Ганги. Стих 8. «Через некоторое время Господь отправился в Восточную Бенгалию. Куда бы он ни пришел, он везде начинал движение Санкиртаны». Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Господь Шричейтане Махапрабу и его последователи, доказывая верховное положение личности Бога, способны победить в споре любого ученого или философа, их главное занятие как проповедников состоит не в этом, а в том, чтобы повсюду распространять движение Санкиртаны. Побеждать в спорах ученых и философов – это не занятие для проповедника. Проповедник прежде всего должен ознакомить людей с движением Санкиртаны, ибо такова миссия религии Чайтании. Стих 9. «Пораженные мощью интеллекта Господа Чайтании Махапрабу, сотни учеников приходили к нему, чтобы обучаться под его началом». Стих 10. «В то время в Восточной Бенгалии жил Брахман по имени Тапана Мишра, который, как ни пытался, не мог понять, в чем цель жизни и как ее достичь». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Прежде всего, необходимо понять, в чем заключается цель жизни, а потом нужно понять, как достичь ее. Движение сознания Кришны показывает всем, что цель жизни – познать Кришну. Чтобы достичь этой цели, человеку необходимо практиковать сознание Кришны так, как тому учили Госвами, опираясь на авторитетные шастры и веды». Стих 11. «Если человек становится книжным червем, читая всевозможные книги и шастры, и если он выслушивает множество толкований и поучений от разных людей, то это лишь порождает сомнения в его сердце. Таким образом, невозможно понять цель жизни». Комментарий Шрилы Прабхупады. В Шримад Бхагаватам 7.13.8 сказано «Грандхан найва бхасет бхагун навьяк хям упаюн джита». Человеку, особенно если он преданный, не следует читать слишком много книг и зарабатывать себе на жизнь профессии толкователя. Нужно отказаться от желания стать знатоком писания ради того, чтобы заработать себе мирскую репутацию и деньги. Тот, кто рассеивает свое внимание, читая слишком много книг, не может сосредоточиться на преданном служении. Более того, как следует понять много писаний невозможно, ибо каждая из них многозначна и исполнена глубокого смысла. В этой связи Шрила Бхакти Сидганта Сарасвати Дхакур говорит, что те, кто любит читать много книг на разные темы, особенно книг, посвященных кармической деятельности и абстрактной философии, лишают себя возможности заниматься беспримесным преданным служением, поскольку их внимание рассеивается. Человек питает естественную склонность к деятельности, приносящей наслаждение к религиозным ритуалам и абстрактному философствованию. С незапамятных времен, блуждая в патьмах, живое существо не понимает, в чем состоит истинная цель жизни, и потому растрачивает отпущенную ему жизнь понапрасну. Невинные запутавшиеся люди лишены возможности обрести Кришна Бхакти, преданное служение Господу. Тапана Мишра – яркий пример тому. Обладая большой эрудицией, он был не в состоянии понять, в чем заключается цель жизни. Поэтому ему была дана возможность услышать наставление, которое Господь Чайтани Махапрабу давал Санатане Госвами. Наказ Господа Чайтани и Тапани Мишри особенно важен для тех, кто бесцельно бродит, собирая кипы книг и толком не читая ни одну из них. Для тех, кто полностью запутался и не знает, в чем заключается цель жизни. Стих двенадцатый. Однажды к запутавшемуся Тапане Мишри во сне явился Брахман и велел ему направляться к Нимаю Пандиту, Чайтани Махапрабу. Поскольку он Господь, Ишвара, сказал Брахман, он несомненно сможет наставить тебя на правильный путь. Увидев этот сон, Тапана Мишра отправился к Господу Чайтани и, припав к его лотосным стопам, рассказал ему о своем сне. Стих пятнадцатый. Довольный им, Господь повидал Тапане Мишре, в чем заключается цель жизни и как ее достичь. Он сказал ему, что главным средством достижения успеха является повторение святого имени Господа, Махамантры Хари Кришна. Движение сознания Кришны основано именно на этом наставлении Господа Чайтани Махапрабу. Наставлении о том, что необходимо регулярно повторять Махамантру Хари Кришна так, как это предписывают шастры. Я прошу своих западных учеников ежедневно повторять всего шестнадцать кругов мантры на четках, но иногда мы видим, что они не в состоянии повторять даже эти шестнадцать кругов. А вместо этого увлекаются чтением разного рода книг по аскетической практике или вводят свои собственные методы поклонения, распыляя свое внимание на множество посторонних предметов. Религия Шри Чайтани Махапрабу основана на повторении мантры Хари Кришна. Прежде всего, Господь Чайтания попросил Тапану Мишру сосредоточиться на повторении святого имени. И мы, члены движения сознания Кришны, должны строго следовать этому наставлению Чайтани Махапрабу. Стих шестнадцатый. Тапана Мишра хотела жить вместе с Господом в Навадвипе, но Господь велел ему поселиться в Бенаресе, в Аранаси. Господь заверил Тапану Мишру, что придет день, когда они снова встретятся в Аранаси. Получив наказ Господа, Тапана Мишра тотчас отправился туда. Стих восемнадцатый. Не в моих силах постичь непостижимые игры Господа Чайтани Махапрабу. Кто поймет, почему Господь направил Тапану Мишру в Аранаси, несмотря на то, что тот хотел жить рядом с ним в Навадвипе? Комментарии Шрилы Прабхупады. Когда Тапана Мишра повстречал Чайтанию Махапрабу, тот вел семейную жизнь и ничто не предвещало, что в будущем он примет Саньясу. Однако, велев Тапане Мишре отправиться в Аранаси, Господь тем самым указал на то, что в будущем примет Саньясу. И когда в статусе Саньяси он будет давать наставление о Санате Гасвами, Тапана Мишра получит возможность узнать о цели жизни и об истинном пути, ведущем к ее достижению. Стих девятнадцатый. Так Шричи Итания Махапрабу одарил людей Восточной Бенгалии величайшим благом, посвятив их в Харинаму, Махамантру Харе Кришна, и своими наставлениями превратив их в ученых людей. Комментарий Шрилы Прабхупады Следуя примеру Господа Чайтани Махапрабу, движение сознания Кришны распространяет Махамантру Харе Кришна и побуждает людей всего мира повторять ее. Мы даем людям огромные сокровища трансцендентных книг, переводя их на все основные языки мира. По милости Господа Шричи Итани Махапрабу, эти книги успешно раскупаются, и многие люди начинают повторять Махамантру Харе Кришна, испытывая от этого огромную радость. В этом суть проповеди религии Чайтани. Господь хотел, чтобы его учение распространилось по всему миру, и потому международное общество сознания Кришны смиренно прилагает усилия, чтобы пророчество Шричи Итани Махапрабу сбылось, и его религия распространилась во всем мире, особенно в странах Запада. Стих двадцатый «Пока Господь проповедовал в Восточной Бенгалии, и его жена Лакшмидеви горевала дома, тоскуя в разлуке с ним». Стих двадцать первый «Змея разлуки ужалила Лакшмидеви, и яд этой змеи привел к ее смерти. Так она вернулась домой к Богу». Комментарий Шрилы Прабхупады В «Бхагавадгите» 8.6 говорится То, о чем человек привык думать на протяжении своей жизни, определяет содержание его мыслей в момент смерти и, соответственно, то, какое тело он впоследствии обретет. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Лакшмидеви, богиня процветания, пришедшая с Вайкундхи, все мысли которой в разлуке с Господом были сосредоточены на нем, после смерти вернулась домой на Вайкундхалоку. Стих 22 «Поскольку Господь Чайтания – это сама Параматма, он узнал о смерти Лакшмидеви. Чтобы утешить свою мать Шачидеви, сильно скорбевшую по умершей невестке, он вернулся домой». Стих 23 «Когда Господь вернулся домой с большим состоянием, окруженный множеством последователей, он, чтобы утешить скорбевшую Шачидеви, открыл ей духовное знание». Комментарий Шрилы Прабхупады «В Бхагавадгите 2.13 сказано «Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Подобные стихи из Бхагавадгиты или любого другого ведического писания содержат ценные наставления, обращенные к тем, кто горюет о смерти ближнего. Размышляя над такими наставлениями Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам, разумный человек может без труда понять, что душа никогда не умирает, а только переходит из одного тела в другое. Это называется переселением души. Душа появляется на свет в материальном мире и связывает себя телесными узами с отцом, матерью, сестрами, братьями, женой и детьми. Но все эти родственные связи имеют отношение не к душе, а только к телу. Поэтому в Бхагавадгите говорится «вьерас татрана мухьяти». Разумного человека не беспокоят все эти внешние перемены в материальном мире. Наставления на эту тему именуются «татва-катхой» или словом «истины». Текст двадцать четвертый. Вернувшись из восточной Бенгалии, Шри Чайтания Махапрабу снова стал учить. Благодаря своей образованности он мог победить любого и очень этим гордился. Стих двадцать пятый. Вскоре после этого Господь женился на богине процветания Вишнуприе, а затем одержал победу над непревзойденным знатоком писаний Кешевой Кашмири. Подобно тому, как в наши дни существуют многочисленные чемпионы в разных видах спорта, в Древней Индии было много ученых людей, которые соревновались между собой в учености. Кешева Кашмири из Кашмира был одним из таких людей. Он путешествовал по всей Индии и, наконец, пришел в Новодвипу, чтобы бросить вызов местным пандитам. Но в Новодвипе победа ускользнула от него, поскольку ему нанес поражение юный пандит Чайтанья Махапрабу. Позже Кешева Кашмири понял, что Чайтанья Махапрабу – это сам верховный Господь. Он предался Господу и впоследствии стал чистым вайшнавом в Сампродае Нимбарке. Перу Кешевой Кашмири принадлежит книга «Каустубха Прабха» в комментарии на Париджата Бхашью, комментарии Квиданта Сутри, которому следуют члены Нимбарка Сампродае. Кешева Кашмири упомянут в Бхакти Ратнакаре, где также приводятся имена его предшественников в ученической преемственности Нимбарка Сампродае. Первый Шриневаса Ачарья, второй Вишва Ачарья, третий Пурушоттама, четвертый Виласа, пятый Сварупа, шестой Мадхава, седьмой Балабхадра, восьмой Падма, девятый Шьяма, десятый Гапала, одиннадцатый Крипа, двенадцатый Дева Ачарья, тринадцатый Сундарабхатта, четырнадцатый Падманабха, пятнадцатый Упендра, шестнадцатый Рамачандра, семнадцатый Вамана, восемнадцатый Кришна, девятнадцатый Падмакара, двадцатый Шравана, двадцать первый Бхури, двадцать второй Мадхава, двадцать третий Шьяма, двадцать четвертый Гапала, двадцать пятый Балабхадра, двадцать шестой Гапинатха, двадцать седьмой Кешава, двадцать восьмой Гакула и двадцать девятый Кешава-Кашмири. В Бхакти-Ратнакаре сказано, что Кешава-Кашмири был любимцем богини знания Сарасвати. Благодаря ее покровительству он пользовался огромным авторитетом и считался самым образованным человеком страны, покорившим все четыре стороны света. Поэтому он носил титул Диквиджаи, что означает тот, кто победил все стороны света. Он происходил из почтенной брахманской семьи, жившей в Кашмире. Впоследствии, по указанию Шри Чайтани Махапрабу, Кешева Кашмири отказался от погони за титулами, ставшей его профессией, и сделался великим преданным. Он присоединился к ним Баркасам Прадая, одной из четырех вайшнавских школ, принадлежащих к ведической культуре. Стих двадцать шестой. Вриндаван Дастхакур уже все это подробно описал. Не следует рассуждать о достоинствах и недостатках того, что изложено ясно и понятно. Отдав дань почтения Шириле Вриндавану Дастхакуру, я постараюсь изложить здесь только сделанный Господом разбор стихов Дигвиджаи, из-за которого тот почувствовал себя униженным. Однажды вечером в день полнолуния Господь сидел вместе со своими многочисленными учениками на берегу Ганги и говорил на темы, связанные с литературой. Случилось так, что там же оказался и пандит Кешева Кашмири. Вознося молитвы матери Ганги, он вдруг увидел Чайтанию Махапрабу. Господь приветствовал его очень почтительно, но гордившийся собой Кешева Кашмири ответил Господу свысока. Стих 31. Я слышал, что ты учишь грамматики, сказал Кешева Кашмири, и зовут тебя немаем пандитом. Люди очень высокого мнения о том, как ты преподаешь азы грамматики. Комментарии Ширилы Прабхупады. В прошлом в школах, где преподавали санскрит, прежде всего досконально изучали грамматику. И эта система сохранилась до наших дней. Ученик должен был прилежно изучать грамматику в течение 12 лет, посвятив этому первые годы жизни, поскольку тому, кто хорошо знает санскритскую грамматику, становится доступным смысл всех шастр. Поскольку Шри Чайтания Махапрабу славился своей способностью преподавать грамматику, Кешева Кашмири обращается к нему здесь, как к учителю грамматики. Кешева Кашмири очень гордился своими достижениями в литературе и поэтике. Начальный курс грамматики остался для него далеко позади, и потому он считал себя несравнимо выше немая бандита. Стих 32. Насколько я знаю, ты преподаешь Калапавьякарану, и я слышал, что, пользуясь этой грамматикой, твои ученики могут очень искусно жонглировать словами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Существует много школ санскритской грамматики, самыми известными из которой являются школы Панини, Калапа и Каумуди. Грамматика имеет различные разделы, и ученик за 12 лет обучения должен пройти их все. Чайтания Махапрабу, прославившийся под именем немая бандита, преподавал своим ученикам грамматику, и его ученики блестяще владели ее сложными правилами и могли в совершенстве жонглировать словами. Почти каждый, кто глубоко изучил грамматику, может по-своему толковать писание, приписывая их словам разную этимологию. Манипулируя правилами, знаток грамматики способен иногда полностью изменить значение предложения. Кеша ва Кашмире неявно иронизирует здесь над господом Чайтании Махапрабу, намекая на то, что такого рода грамматические ухищрения не требуют глубоких познаний. Это был вызов Шри Чайтании Махапрабу. Поскольку уже было условлено, что Кеша ва Кашмире будет дискутировать с немаем бандитом на темы шастер, он хотел заранее пустить пыль в глаза Господа. На это последовал ответ. Стих 33. Господь сказал, «Да, меня называют учителем грамматики, но на самом деле я не способен втолковать грамматику моим ученикам, да и они понимают меня с трудом». Комментарии Шрилы Прабхупады. Поскольку Кеша ва Кашмире очень гордился собой, Господь, принизив себя перед ними, еще больше усилил в нем гордыню. Господь продолжает льстить ему. Стих 34. Господин мой, ты великий ученый, знающий все писания, и имеешь огромный опыт стихосложения. Я же еще только мальчик, новичок и ничего более. Поэтому я мечтаю сам полюбоваться твоим поэтическим мастерством. Будь милостив и позволь нам услышать, как бы ты воспел мать Гангу. Услышав эту просьбу, Брахман Кеша ва Кашмире почувствовал еще большую гордость и за один час сочинил сто стихов во славу матери Ганги. Господь похвалил его, сказав, «В целом мире нет лучшего поэта, чем ты, господин». Стих 38. Стихи твои настолько трудны для понимания, что постичь их смысл можешь только ты и богиня учености Сарасвати. Комментарии Шрилы Прабхупады. Господь Чайтанье Махапрабу обратился к Кешаве Кашмире с иронией, косвенно принизив ценность его поэмы. «Да, твои стихи настолько хороши, что только ты и твоя почитаемая мать, богиня учености, способны их понять. Больше никто». Кешава Кашмире был любимцем Сарасвати, богине знаний. Но Чайтанье Махапрабу, будучи повелителем богини знаний, мог позволить себе говорить о ее фаворитах с иронией. Иными словами, хотя Кешава Кашмире гордился расположением богини знаний, он не знал о том, что она сама подчиняется Чайтанье Махапрабу, поскольку он — верховная личность бога. Стих тридцать девятый. «Но ты еще больше порадуешь нас, если дашь нам возможность услышать из твоих собственных уст объяснение хотя бы одного стиха». Дигвиджаи Кешава Кашмире спросил у Господа, объяснение какого стиха он хотел бы услышать. Тогда Господь продекламировал наизусть один стих из сотни сочиненных Кешавой Кашмире. Вечно блистает неувидаемая слава матери Ганги, которая благословлена тем, что течет от лотосных стоп Шри Вишну — личности бога. Она — вторая богиня процветания, и потому ей поклоняются как люди, так и полубоги. Сокровищница всех чудесных качеств, она благоденствует, пребывая на темени Господа Шивы. Когда господь Чайтания Махапрабу попросил объяснить ему этот стих, непобедимый Кешава Кашмире, недоумевая, спросил его. «Я произнес стихи со скоростью урагана. Как же тебе удалось так хорошо запомнить один из них?» Стих сорок четвертый. Господь ответил. «Милостью Господа кто-то становится великим поэтом, а кто-то — великим Шрутидхарой, способным запоминать все, что один раз услышал». Комментарий Шрилы Прабхопады. «Здесь следует особо отметить слово Шрутидхара. Шрути означает «услышанное», а Дхара — «схватывающий». Раньше, до начала Кали-юги, почти все люди, особенно интеллектуалы-брахманы, были Шрутидхарами. Ученику достаточно было один раз услышать от учителя любой раздел ведического знания, чтобы запомнить его навсегда. В то время не было необходимости обращаться к книгам, и потому никаких книг не было. Духовный учитель пересказывал ведические гимны наряду с их трактовкой своему ученику, а тот запоминал их навсегда, и ему не надо было справляться по книгам. Стать Шрутидхарой, то есть научиться запоминать все с первого раза — большое достижение для ученика. В Бхагавадгите 10.41 Господь говорит Знай, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире — лишь искра моего великолепия. Когда мы видим в ком-то необыкновенное дарование, мы должны понимать, что это проявление милости верховной личности Бога. Поэтому Господь Чайтания ответил победоносному Кешаве Кашмире, что, подобно тому, как тот достиг благосклонности Сарасвати, став ее преданным, чем очень гордился, кто-то другой, как, например, сам Чайтани Махапрабу, мог обрести милость верховной личности Бога и стать Шрутидхарой, запоминая все с первого раза. Стих 45. Удовлетворившись ответом Господа Чайтани Махапрабу, Брахман Кешава Кашмире объяснил приведенный Господом стих, на что Господь сказал. А теперь изволь сказать, какие у этого стиха есть достоинства и какие недостатки. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Чайтани Махапрабу не только отметил и запомнил один из ста стихов, произнесенных Брахманом с ураганной скоростью, но и оценил его достоинства и недостатки. Он не просто выслушал этот стих, но и немедленно произвел его критический разбор. Стих 46. Брахман ответил. В этом стихе нет даже намека на недостатки. В нем одни достоинства, например, наличие сравнений и аллитераций. Комментарий Шрилы Прабхупады. В последней строке стиха, который процитировал Шри Чайтани Махапрабу, слог Бха повторяется несколько раз. В словах Бхавани, Бхартур, Вибхавати и Адбхута. Такой повтор называется Анупрасой, аллитерацией. Словосочетания Лакшмир и Ва и Вишнос Чарана Камалат Патти – это примеры Упама Аланкары, или сравнения. Ганга – это река, а Лакшми – богиня процветания. Поскольку между водой и живым существом в прямом значении нет подобия, такое сравнение является метафорическим. Стих сорок седьмой. Господь сказал «Господин мой, я скажу тебе нечто, если ты пообещаешь не сердиться на меня. Мог бы ты указать на недостатки в этом стихе? Нет сомнений в том, что твоя поэма незаурядна и несомненно угодна Верховному Господу. Но если тщательно ее рассмотреть, то наряду с достоинствами мы сможем обнаружить и недостатки». Господь закончил «Теперь давай подробно разберем этот стих». Поэт ответил «Да, но стих, который ты процитировал, безупречен». Стих пятидесятый. «Ты просто шкаляр, постигающий грамматику. Что ты можешь знать о поэтических фигурах? Ты не можешь сделать разбор моих стихов, ибо ты ничего в этом не смыслишь». Комментарии Шрилы Прабхупады Кешава Кашмири попытался смутить Шричайтанью Махапрабу, заявив, что тот не является знатоком стилистики и потому не способен сделать разбор стиха, полного метафор и других поэтических фигур. Это заявление было не лишено смысла. Работу врача может критиковать только врач. Работу адвоката – только адвокат. Таким образом, Кешава Кашмири начал с того, что принизил положение Господа. Поскольку Шричайтанья Махапрабу был для него лишь шкалером, учившимся грамматике, как смел он критиковать такого великого поэта, как Кешава Кашмири? Поэтому далее Господь Шричайтанья повел себя иначе. Он сказал, что, хотя сам он и не достиг успехов в сочинительстве, у него абсолютная память – Шрутидхара, и он изучил все тонкости литературной критики, слушая, как говорят другие. Стих 51. Шричайтанья Махапрабу смиренно сказал, «Поскольку ты намного меня превосходишь, я просто попросил тебя дать мне урок, объяснив достоинства и недостатки своей поэмы». Стих 52. «Конечно, я не изучал поэтическое искусство, но я слышал, как о нем говорят знатоки, и потому могу сделать разбор стиха, выявив его многочисленные достоинства и недостатки». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Здесь очень важны слова Карьячхи Шравана «я слышал», которые подтверждают, что слушать более важно, чем самостоятельно изучать или непосредственно наблюдать предмет. Тот, кто знает, как нужно слушать, или слушает тех, кто может служить источником совершенного знания, немедленно сам обретает совершенное знание. Этот процесс именуется Шраутапандха или приобретением знаний благодаря слушанию тех, кто знает предмет. «Все ведическое знание основано на этом принципе. Каждый человек должен найти истинного духовного учителя и слушать, как тот передает авторитетное утверждение вед. Для этого не нужно быть утонченным знатоком литературы. Чтобы получить совершенное знание от того, кто достиг совершенства, достаточно уметь слушать. Это называется нисходящим или дедуктивным методом познания. Авароха-пандха». Стих пятьдесят третий Поэт сказал, «Хорошо, тогда скажи мне, какие достоинства и недостатки ты обнаружил?» Господь ответил, «Я скажу тебе, но, пожалуйста, выслушай меня без гнева». Стих пятьдесят четвертый «Господин мой, в этом стихе есть пять недостатков и пять поэтических украшений. Я перечислю их все по порядку. Послушай же меня и рассуди, прав я или нет». Комментарий Шрилы Прабхупады В стихе, начинающемся со слов «Махаттвам Гангаях» есть пять поэтических украшений, но есть и пять изъянов. Здесь два раза встречается ошибка под названием «Авимришта Витхиямша» и по одному разу ошибки «Верудха Мати», «Пунар Укти» и «Бханга Крама». «Авимришта» означает «неясный», а «Витхиямша» – «рема». Общее правило композиции гласит, что сначала обязательно должна быть выражена тема, а уже потом «рема». Например, если сказать «этот человек учен», то с точки зрения санскритской композиции это высказывание построено верно. Но если сказать «учен этот человек», то порядок слов будет неправильным. Такая ошибка и называется «Авимришта Витхиямша» или ошибкой неясного порядка слов в высказывании. В данном стихе «рема» неизвестное, то есть новое положение – это величие Ганги. И поэтому слово «идам» – это, которое здесь указывает на то, что уже известно, должно предшествовать словам величия Ганги, а не наоборот. Чтобы исключить возможность неправильного понимания, уже известное должно предшествовать вновь сообщаемому. Второй случай «Авимришта Витхиямша Доши» обнаруживается в словосочетании «двития Шри Лакшмир Ива». Здесь слово «двития», второе, является Витхеей, неизвестным. Ставить неизвестное на первое место в сложном слове – это ошибка. В словосочетании «двития Шри Лакшмир Ива» Ганга сравнивается с богиней процветания. Но вследствие допущенной ошибки, значение стоящего в начале сложного слова стало неясным. Третья ошибка, называемая «верудхамати» или ошибкой противоречивого смысла обнаруживается в слове «бхавани-бхартух». Поскольку слово «бхавани» означает «супруга Бхавы» – Господа Шивы, слово «бхарта» – «супруг» придает этому сложному слову значение «супруг жены Господа Шивы», что приводит к противоречию, наводя на мысль о том, что у жены Господа Шивы есть какой-то другой муж. Четвертая ошибка, «пунар-укти» или «избыточность выражения» возникает из-за того, что за глаголом «вибхавати» процветает, которым предложение должно было бы закончиться, следует ненужное определение «адбхута-гуна», наделенное всеми чудесными качествами. Пятая ошибка – «бхагна-крама» или «нарушение единообразия». В первой, третьей и четвертой строках стиха встречается аллитерация, поскольку здесь повторяются согласные «та», «ра» и «бха», тогда как во второй строке аллитерации нет, что и приводит к нарушению единообразия. Стих пятьдесят пятый. В этом стихе дважды встречается ошибка «авимришта-видхиямша» и по одному разу ошибки «вирудха-мати», «бхагна-крама» и «пунар-атта». То главное, что раскрывается в этом стихе, прежде неизвестное – «слава матери Ганги», «махатвам гангаях», а то, что уже известно, обозначено словом «идам», которое, однако, стоит на втором месте. Поскольку ты поместил известное в конце, а неизвестное в начале, порядок слов нарушился, и значение их стало непонятным. Не упомянув сначала то, что уже известно, не следует вводить неизвестное, поскольку ничто и нигде не может иметь устойчивого положения, если находится не на своем месте. Это стих из Экадаша-татвы. В сложном слове «двиттия-шри-лакшми» «вторая богиня процветания» неизвестным является природа Ганги, как второй богиня процветания. Но ты составил это слово так, что в нем в качестве главного стал восприниматься второстепенный смысл, и главный смысл был потерян. Поскольку слово «двиттия-вторая» означает «неизвестное», то смысл сложного слова, в которое оно входит, а именно сравнение Ганги с Лакшми, теряется. Помимо «авимришта-видхи-ямши», в твоем стихе есть и другая ошибка, на которую я сейчас тебе укажу. Пожалуйста, внимательно слушай меня. Ты придумал сложное слово «бхавани-бартр» и был очень этим доволен, но оно содержит серьезный изъян. Слово «бхавани» и так уже означает «супруга господа Шивы». Если мы еще раз упомянем ее мужа, то создастся впечатление, что у нее есть другой муж. Нелепо говорить, что жена господа Шивы имеет какого-то другого мужа. Употребление таких словосочетаний в литературе является ошибкой под названием «Верудха-матикрит». Если кто-то скажет «дай подаяние мужу жены Брахмана», то эти противоречивые слова оставят впечатление, что у жены Брахмана есть еще какой-то муж. Слово «вибхавати» процветает, завершает высказывание. Добавлять к нему определение «адбхутагуна», обладающее удивительными качествами, значит допускать избыточность выражения. В трех строках этого стиха встречается очень красивая аллитерация, но в одной из строк она отсутствует. Это называется нарушением единообразия. Хотя этот стих украшен пятью достоинствами, его портят эти пять серьезных изъянов. Даже если стих украшают десять литературных достоинств, его может напрочь испортить всего один недостаток. Тело человека может быть украшено драгоценными камнями, но достаточно одного пятнышка белой проказы, чтобы оно вызвало отвращение. Великий мудрец Барат Амуни, который является авторитетом в вопросах поэтики, высказывает в этой связи следующее мнение. Подобно тому, как тело человека, хотя и замечательно украшенное, может испортить одно белое пятнышко проказы, так и целую поэму, несмотря на все аллитерации, сравнения и метафоры, может целиком испортить всего один изъян. Теперь послушай характеристику пяти поэтических украшений, которые встречаются в твоем стихе. Это два звуковых и три смысловых украшения. В трех строках встречается звуковое украшение, аллитерация. Сочетание же слов Шри и Лакшми имеет оттенок тавтологии, что в данном случае тоже является украшением. В первой строке пять раз повторяется слог ТА, а в третьей строке пять раз повторен слог РА. В четвертой строке четыре раза встречается слог БХА. Эта аллитерация создает отменное благозвучие. Слова Шри и Лакшми имеют одинаковое значение, но их сочетание, хотя и близко к тавтологии, таковой не является. Характеристика Лакшми как обладательницы Шри, богатств, вносит новый смысл, хотя и имеет некоторый оттенок повтора. Это второй пример звуковой фигуры речи. Словосочетание Лакшмир и ВА, подобно Лакшми, является смысловым украшением, которое называется УПАМА, сравнение. В этом стихе встречается еще одно смысловое украшение под названием ВИРОДХАБХАСА, или кажущиеся противоречия. Все знают, что лотосы растут в водах Ганги, поэтому утверждение о том, что Ганга родилась из лотоса, кажется явно противоречивым. Но мать Ганга начинается с лотосных стоп Господа, поэтому, хотя слова о том, что река рождается из лотоса и кажутся противоречивыми, если усмотреть в них связь с Господом Вишну, станет видна поразительная красота этой фигуры речи. Стих 81. Хотя это и может показаться противоречивым, на самом деле в том, что Ганга появилась таким образом, нет никакого противоречия. Это возможно благодаря непостижимой энергии Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Главная отличительная черта всей вайшнавской философии состоит в том, что она признает существование непостижимой энергии Господа Вишну. То, что может показаться противоречивым с материальной точки зрения, становится понятным в приложении к Верховному Господу, поскольку посредством своих непостижимых энергий он способен творить невозможное. Современная наука зашла в тупик. Она не может объяснить, как атмосфера могла сформироваться из такого неимоверного количества химических веществ. Ученые объясняют, что вода представляет собой соединение водорода и кислорода. Но когда их спрашивают, откуда появилось столько кислорода и водорода, образовавших целые моря и океаны, они не могут ответить, потому что они атеисты и ни за что не хотят согласиться, что в основе всего лежит жизнь. Они исходят из того, что жизнь происходит из материи. Откуда же все-таки возникли все химические соединения? Их произвела на свет непостижимая энергия Верховной Личности Бога. Живые существа тоже являются частичками Верховного Господа, и их тела тоже производят химические соединения. Например, лимонное дерево – это живое существо, которое производит множество лимонов, и в каждом из них содержится большое количество лимонной кислоты. И если даже ничтожное живое существо, которое является всего лишь крошечной частицей Верховного Господа, может порождать химические соединения в таком количестве, то какая энергия должна быть заключена в теле Верховной Личности Бога? Ученые не могут вразумительно объяснить, откуда появились химические соединения, из которых состоит этот мир. Однако это совсем несложно объяснить, если признать существование непостижимой энергии Верховного Господа. Этому аргументу нечего противопоставить. Если даже у живого существа, которое является лишь подобием Верховной Личности, есть энергии, то можно представить, каковы энергии самого Верховного Господа. В ведах говорится «Нитьё нитьянам, читанаш читананам». Он – Верховный Вечный среди всех Вечных и Верховное Существо среди всех существ. Кадха Упанишат 2.2.13. К несчастью, атеистическая наука не признает тот факт, что материя происходит из жизни. Ученые держатся за свою нелогичную и глупую теорию о происхождении жизни из материи, хотя это абсолютно невозможно. Они не могут доказать на опытах в своих лабораториях, что материя порождает жизнь. Вместе с тем, можно не задумываясь привести тысячи примеров того, как жизнь порождает материю. Поэтому в Шричайтане Чиритамрите Кришнадас Кавираджига с вами пишет, что достаточно признавать существование непостижимой энергии Верховной Личности Бога, чтобы опровергнуть любые доводы великих философов и ученых, не верящих в могущество Господа. Эта идея выражена в следующем санскритском стихе. Стих 82. Всем известно, что лотос появляется из воды, а вода никогда не появляется из лотоса. Однако такие противоречия удивительным образом присутствуют в Кришне. Великая река Ганга проистекает из лотоса его стоп. Истинная слава матери Ганги в том, что она появилась из лотосных стоп Господа Вишну. Это умозаключение еще одно поэтическое украшение, которое называется Анумана. Наряду с достоинствами этого стиха я рассмотрел всего пять его грубых изъянов. Но если исследовать его подробно, то обнаружатся бесчисленные недочеты. По милости твоей богини ты наделен поэтическим талантом и воображением. Но стихи, которые сочинялись экспромтом, всегда будут уязвимы для критики. Только поэтическое мастерство вкупе с глубокими размышлениями дает безупречные плоды. Украшенные метафорами и сравнениями такие стихи ослепительно сияют. Выслушав разбор Господа Чайтани Махапрабу, первый среди поэтов был поражен до глубины души. Его обычная находчивость изменила ему, и он не знал, что ответить. Кеша в Акашмире хотел что-то сказать в ответ, но слова не сходили с его уст. Тогда он стал думать над этой загадкой. Стих восемьдесят девятый. Какой-то мальчишка замутил мне разум. Наверняка, это сама Сарасвати прогневалась на меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите ясно сказано, что разум к человеку приходит от верховной личности Бога, находящейся в каждом сердце в образе Параматмы. По подсказке Параматмы пандит понял, что он потерпел поражение, поскольку слишком возгордился своей ученостью и хотел одержать победу над самим верховным Господом. Исполняя волю Господа, богиня Сарасвати посрамила его. Поэтому никогда не следует чрезмерно гордиться своим положением. Даже великий пандит, несмотря на всю свою ученость, не сможет сказать ничего толкового, если нанесет оскорбление лотосным стопам Господа. Мы целиком и полностью находимся в его власти. Поэтому наша обязанность навсегда вручить себя ему, найдя прибежище у лотосных стоп Господа, а не гордиться понапрасну. Богиня Сарасвати поставила непобедимого пандита в такое положение из милости к нему, что побудила его предаться Господу Чайтане Маха Прабу. Стих 90. Никому из людей не под силу дать такое поразительное объяснение, какое дал этот юноша. Не иначе, как сама Сарасвати говорила его устами. Подумав так, пандит сказал, «Послушай, дорогой немай пандит, выслушав твое объяснение, я был поражен. Да и как мне не удивиться, когда ты не изучал поэтику и еще не успел глубоко изучить шастры? Как же ты смог разобраться во всех этих тонкостях?» Услышав это и зная, что происходит в сердце у поэта, Шри Чайтане Маха Прабу шутливо ответил ему, «Господин мой, я не разбираюсь, где хорошие стихи, а где плохие. Все, что я сказал, на самом деле сказала сама Сарасвати». Услышав эти слова господа Чайтани Маха Прабу, пандит стал мучительно искать ответ на вопрос, почему богиня Сарасвати решила нанести ему поражение через какого-то мальчишку. «Я буду молиться богине учености и медитировать на нее, решил поэт-победитель. Я спрошу ее, почему она позволила, чтобы меня опозорил этот мальчишка?» В действительности сама Сарасвати пожелала, чтобы тот стих победителя поэтов вышел неудачным. Более того, во время обсуждения она затмила его разум и разум Господа победил поэта. Когда первый среди поэтов сам потерпел поражение, ученики Господа стали громко смеяться над ним. Но Господь Чайтани Махапрабу запретил им это и обратился к поэту с такими словами. «Ты ученейший человек и величайший из поэтов. Иначе как с твоих уст могли бы сойти такие прекрасные стихи?» «Твое поэтическое дарование подобно непрерывному потоку Водганги. В целом мире я не знаю другого поэта, который мог бы состязаться с тобой. Даже в творениях таких великих поэтов, как Бхава, Бхути, Джайадева и Калидас встречается много ошибок». Стих 102. «Однако на эти ошибки не следует обращать внимание. Нужно обращать внимание только на то, как проявляется их поэтическое мастерство». Комментарии Шрилы Прабхупады В Шримад Бхагаватам 1.5.11 говорится «Воспевая Господа, неопытные поэты могут допустить немало ошибок. Но поскольку их поэзия воспевает Господа, великие люди читают, слушают и поют их произведения. А поэзии следует судить не по ее литературным достоинствам или недостаткам, а по тому, какая в ней раскрывается идея». Согласно вайшнавской философии, любое произведение, прославляющее Господа, превосходно, независимо от того, хорошо или плохо оно написано. Нет необходимости в других критериях его оценки. К числу произведений Бхава Бхути или Шрикандхи относятся Малати Мадхава, Уттара Чарита, Вира Чарита и много других стихотворных пьес на санскрите. Этот великий поэт родился во времена правления Бходжараджи и был сыном Брахмана по имени Нила Кантха. Что касается Калидаса, то он достиг вершин славы при Махарадже Викрамадитье, будучи его придворным поэтом. Калидас сочинил более 30 пьес на санскрите, включая Кумара Самбхаву, Абхигьяна Шакунталу, а также поэму Мекха Дута. Особой славой пользуется его пьеса Ракху Вамша. О Джейедеве мы уже рассказывали в 13 главе Аделилы. Стих 103. Я не гожусь тебе даже в ученики, поэтому не принимай всерьез мою мальчишескую дерзость. Сегодня возвращайся домой, а завтра мы встретимся снова, и я послушаю, как ты объясняешь шастры. На этом поэт и Чайтанья Махапрабура остались, отправившись по домам, и вечером поэт стал поклоняться Сарасвати. Когда он уснул, богиня явилась ему во сне и поведала о положении Господа, и тогда поэт-победитель понял, что Чайтанья Махапрабу сама верховная личность Бога. Стих 107. На следующее утро поэт пришел к Господу Чайтанья и пал к его лотосным стопам. Тогда Господь явил ему свою милость и освободил его от уз материальных привязанностей. Комментарии Шрилы Прабхупады. Господь Чайтанья учил тому же самому методу, которому учил и Господь Кришна в подлинной Бхагавадгите. При всех обстоятельствах покоряйся мне. Победитель поэтов покорился Господу и Господь одарил его своей милостью. Тот, кто удостоился милости Господа, освобождается из материального плена, о чем говорится в Бхагавадгите. 4-9 Стих 108 Воистину удачлив был победитель поэтов. Благодаря своей учености и глубоким познаниям он достиг успеха в жизни, ибо обрел покровительство Господа Чайтании Махапрабу. Комментарии Шрилы Прабхупады В одной из своих песен Шри Наратама Дастхакур говорит, что больше всех достойны обрести прибежище у лотосных стоп Господа Чайтании, падшие ниже всех, поскольку Господь явился главным образом ради них. В этот век подлинно ученые люди встречаются крайне редко. В наше время практически все едят мясо, пьют, развратничают и играют в азартные игры. Таких людей никак нельзя отнести к разряду знатоков священных писаний, даже если они хотят казаться таковыми. Из-за того, что Чайтане Махапрабу общался с падшими душами, так называемые знатоки писаний, судя о нем поверхностно, считают, что в нем нуждаются только люди низшего сорта, но никак не они сами. Поэтому они и не присоединяются к движению сознания Кришны. Таким образом, тот, кто гордится своей ученостью, не готов признать движение сознания Кришны. Но здесь описано исключение из этого правила. Великий поэт, хотя и был большим знатоком священных писаний, все же обрел милость Господа благодаря тому, что смиренно покорился ему. Стих 109. Шрила Вриндаван Дастхакур подробно описал все эти события. Я же упомянул здесь лишь некоторые детали, которые он опустил. Капли нектара и горшри чейтани Махапрабу могут удовлетворить чувства каждого, кто слушает о них. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтания Чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 16 главе Аделилы Шри Чайтания Чаритамриты, которая повествует об играх Господа в отрочестве и юности. Редактор субтитров